Сага, исторический варгейм с миниатюрами, позволяющий разыграть сражения разных народов и культур в разные временные периоды. В нашем видео в битве сойдутся войска Нумидии и Карфагена, а само сражение пройдет по правилам Saga Age of Hannibal, новой книги, описывающей правила для сражения времен античности. Находимся мы в Москве, в клубе Бренник. Сюда можно прийти поиграть и познакомиться с различными варгеймами. Список мероприятий клуба довольно обширный. Статьи по игровым механикам Saga, тактики заразной армии, а также контакты клуба под видео. А сейчас приятного просмотра. Всем привет, меня зовут Вамет. У меня Нумидийцы. Это достаточно маневренная армия с огромным количеством всадников, слонов. Собственно, этот зоопарк я и поставил, у меня тут нет ни одного пехотинца. И я попробую сегодня перебить карфагенцев. Привет, меня зовут Витя. Я буду играть сегодня с Мамедом. Своей армией карфагена, состоящей из двух слонов, крыла контингента наемников из Нумидии и Испании, небольшого количества ветеранов с оружием, снятым с трупов римлян во время кампании Ганнибала, наемными туреофорами и немножко просто ливийских крестьян с дротиками. Вот. Карфаген — это тоже армия из новой книги про Ганнибала. Это первая книга из серии «Антички» в саге и книга, которая позволила мне заинтересоваться наконец-то сагой, потому что викинги — это скучно и банально. Карфаген — это армия про комбинированные действия войск на столе. Плана какого-то на игру у меня нет. Я первый раз играю против Нумидии, поэтому, ну, получится, что получится. Игра идёт по правилам «Царе-убийца». Она закончится в конце любого хода, в котором будет убит военачальник, или на протяжении шести ходов, если этого не случилось. Победитель определится по очкам выживания. По одному дополнительному очку можно будет заработать в победах в рукопашных боях, и три очка можно получить один раз за игру, добравшись до края стола соперника. Отрядом не менее, чем из четырёх фигур. Поле боя окутано туманом, запрещающим объявлять стрелковую атаку и набегать на врага, находящегося дальше средней дистанции. Остальные правила, выбранные на игру по расстановке войск и элементов окружения, вы видите на экране. Начнём с того, что им хорошо заплатили по карточке, взятой перед игрой. Если у них нет противника в L, от них они получают Determination и могут заактивироваться первыми. Да, это так. Ну и они тут как-то, как-то, что-то куда-то... Чуть-чуть, минорно перестроились. Перестроились, потому что я могу. Более того, в M от них ставят туреофоры, и они по обилке немедленно активируются после активации намов, тоже активируются намов. Туреофоры — это греческая пехота, которая совмещала в себе функции застрельщиков и фалангитов. Что, собственно, отражено в их правилах. Они, в отличие от пехоты с дротиками стандартной, имеют повышенную защиту в рукопашной, потому что умеют становиться там в фалангу. И при этом вооружены дротиками и умеют кидать острые палки во врага. Слон стоит дальше L от момента, поэтому может чуть-чуть подойти, используя марш. В саге есть такое понятие, как марш. Это бесплатная активация на движение, если это первая активация твоего отряда. И если он в течение этого движения не окажется в зоне 12 дюймов от противника, он может бесплатно это движение совершить. После чего я нажимаю на доске обилку Encirclement. Она позволяет медленно активировать два юнита для муа или чарджа. Если это слоны и кавалерия, то можно делать активацию тремя юнитами. Это будут слон, кони и кони. Начну с коней. Кони с дротиками пробегают к своим друзьям, которые борются за свободу своего народа. А сколько у тебя тут садников? Шесть. Шесть и десять. Шестнадцать. А, там десять точно не обратил внимания. И после активации намов медленно бросают дротики, потому что таковы правила дротика. Бросай вопрос. Когда я бросаю дротики, я прожимаю вилку Eagle Eye, она позволяет получить два дополнительных кубика на стрельбу и игнорирование укрытия. Итого, у меня каждые два воина генерируют один кубик и еще два за вилку. Третье броня. Да. Мне нужны тройки, чтобы попасть. Я попадаю в семя. Угу. Спасаются от стрельбы на четыре плюсов от игры. Семь. Правильно? Да. Труп, труп, труп. Четверо спаслось, трое умерло. Да. Так, я убираю. Раз, два, три. Угу. Карийский отряд. Давайте не будем вставать там откровенно. Задача этого отряда исключительно отвлекать и прикрывать слона, но и слон как-то там тихо топчется на свои грустные эм. После чего варлорд говорит, отдаёт приказ в крестьян с дральчиками и говорит, что они должны партироваться для движения. После чего патчейн активации будут активированы туреофоры за свою увилку. Ториофоры подходит. Получает за это усталость. И поскольку это была активация на движение, а у них дральчики, они бросают четыре дральчика в кавалерию. Все так же попрыгаем. Ну вот раз хуже всего два раза. Отбил его. У варлорда есть специальное правило на бесплатную активацию. Он приезжает куда-то дальше сюда. И будет тут жить. Мамед ходи. Угу. У меня осталась на доске заложенная абилка, дилей. Она отменит одну активацию мамеда. Если у него есть усталость на отряде. Уверен, а Карфаген начал атаку. Так, у меня восемь кубов. Так, у меня армия генерила изначально восемь плюс три, плюс один. Двенадцать кубов. Осталось одиннадцать отрядов, которые генерируют кубы максимум, и я могу кинуть восемь. Кинул восемь. В начале первого хода я по карточке, по уловке... Да, кстати, неправильно сделал. Я сначала должен кикуба убрать у себя, а потом кинуть оставшиеся пять. И получаю шесть маркеров. В античке есть такая аришка, как уловки. Это карточки, которые какие-то дополнительные свойства нашей армии дают. Вот. В моем случае... Ну, как бы уловки мы покажем на экране. Обоих армий. Одна из моих уловок говорит, что я получаю три маркера, и еще до трех за убранный кубик саги на свой первый ход. Эти маркеры я могу потратить, чтобы перебросить неуспешную атаку или защиту. Да, эти кубы я не убираю, я просто их не кидаю. Это значит, что они... Шестерку я закладываю в Activation Pool, и тут же ее размножаю. Еще одну шестерку закладываю в Activation Pool, и тут же ее размножаю. Так, я получил три обычных значения и четыре средних. В принципе, неплохо. Так, теперь нам надо что-то придумать. Тут у нас между слоном и триоформой есть шесть длимов. Можно попробовать их растоптать. Халари. Это значит, что все мои отряды, которые генерят четыре или меньше выстрелов, получают одну бонусную атаку при стрельбе. Стреляют у меня все, кроме Барлорда. Так, две лошади. Не стоит, как закладывать. Не стоит. У нас кирмиш, это массовая активация всех лошадок. Трап это подвигать, ну, чтобы оппонент подвигался навстречу мне. Одну мы заложим на Exhaustive Battle, чтобы оппонент решал на какую-то из его активаций, я скажу это, и он будет думать, либо получить усталость, либо продолжить свою активацию. Ну, в смысле, получить усталость и продолжить активацию, либо отменить ее. Вот так вот. Это вот так вот. Все, это моя доска. Я готов к своему коду. Первый походится вот эти лошади, они начинают в лесу, поэтому они двигаются только на 4 дюйма. Лошадки выезды здесь, а? Следующий мы активируем вот этих ребят. Они подвигаются вот так вот. После движения я кину дротики, потому что могу. Все 5 ребят находятся в... Ну, достают до туре опоры, кидают дротики. Это 5 всадников генерируют 1, 2, 3 выстрела, и 4 они получают за счет работающей колории. 4 выстрела. У них 4 армор отстрельбы. Ничего сделать они не могут, поэтому я просто кидаю свадьбу. Один попал. И он не посадился. Угу. Он умрет. Неудачно подставленный под слона. Да. Вот этот отряд. И он зайдет в лес. Так как это всадники, они получают усталость после этого. После этого я могу пострелять. Это один выстрел с двух лошадок и еще второй с обилки. Оба там. Оба защитим. Вот эти ребята подвигаются сюда. Просто потому что могут. Вот эти ребята прилетят сюда. И сделают 4 выстрела за медийцев. Все там. 3 плюс. Мы потеряли одного. Так вот эти ребятки подвигаются. Ехали куда-то сюда. Так, эти ребята двигались. Эти ребята двигались. У меня осталось 2 отряда. Да. И ворвов. И ворвов, да. Начнем с этих. 4 выстрела. В немедийцах. 2 там. Еще один погиб. Вот такой. Пошел сюда. Так, эти ребята просто отошли. И в момент ты получил 3 очка. Я хочу разыграть трап. Это ловушка. Я выбираю свой отряд. И выбираю отряд противника. И он должен двигаться на 4 дюйма в сторону ближайшей линьки к нему. Ну, это как-то так. На максимум? Да. Ну, то есть вот как-то так. Ну, на максимум это вот так вот. Ты заходишь в болото и получаешь усталость. Почему? А потому что все получают усталость. Да, если в болото заглянул. После чего я активирую вот этих ребят на Хейл оф Мисслесс. Это стрельба, где я получаю 2 бонус дайса сверху. И если я нанес хотя бы 1 потерю, то все потери убираются. И оппонент просто получает усталость. На старте я генерирую 3 куба. Бонусным я получаю 1 за хололи и 1 отсюда. То есть это 6 кубиков. Мне надо нанести 1 вону хотя бы. Я попал 2 раза всего. Ну, 2 раза пробил. Да, но рана не наносится, просто отряд получает 3 усталость. После чего слон активируется на чарж. Теперь только 4 дюйма есть. И он сюда добегает. Я разыгрываю свою карточку, которая говорит, что когда ты нападаешь на мой уставший отряд, у меня поднимается броня на 1. То есть 5. Да. Теперь мы генерируем свои атаки. У слона 5 атак. А есть ли смысл против тебя смыкачить щиты? У оппонента 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7 атак. Он может скинуть половину и сомкнуть щиты. Это значит, что он будет спас броски бросать не на пятерки, а на четыре. Я сомкнул щиты. И получу за это 4 автохита, а не 2, потому что слон лучше штопчет тех, кто сомкнул щиты. Да. Я играю за стемпэк, получаю 2 атаки за каждую его фатигу. Но у меня 5 атак, поэтому я 6 получить не могу, получаю максимум 5. У меня 10 атак. Это моя первая билка, теперь Витя что-то говорит, но скорее всего ничего не говорит. У меня мои 3 кукол в атаку, потому что я сомкнул щиты. Витя экзостнутый, поэтому он по мне попадает со штрафом. У меня 5 армор, он по мне попадает на 6. Соответственно, я убираю одну усталость и говорю, что у меня 6 армор, и он по мне попадает вообще никак. После этого я говорю, что у тебя встал обратно 4 армор и 3. То есть я бью по троечкам. Хорошо. Единичка, двойка, много кидал, накидал единичка, двоек. То есть это 4 попадания и еще 4 авто попадания, потому что я сомкнул щиты. Да. Спасаюсь я на четверке. И спасаюсь я лучше, чем момент атаковать. Я потерял всего троих. Давай вот таких атаков оставим. И отступаю. Иногда ты кидаешь кубы, иногда кубы кидают тебя. Да. И получаю усталость за то, что я участвовал в кубах. Да, я тоже получил усталость за бой. И после этого в основном делаю бесплатные свои выстрелы. У него на башне тупых нет, но на самом деле они отличные стрелки. По умолчанию я не генюю от 2 атаки стрелковые, но я генюю еще одну, потому что у меня все еще работает. Два там. Отлично, еще один. Ну, собственно, задача минимально выполнена, как бы мне надо было убрать куб саги, который генерирует этот отряд. Я очень плохо откидал в рукопашки, и он сохранил 4 своих ребят, но мне повезло, и на стрельбе я смог кого-то срезать. В итоге этот отряд перестал давать кубы саги. Я, правда, затупил, и надо было тебе эту стрельбу отменить, потому что ты отмениваешься. Ну, как бы... Хочешь, отменим. Да, смысл. Кинули, кинули. Угу. Хорошо. Так, у меня остался дядька, который... Атаковал слон за... Детелью, с вербой. За вербой. Логично. Дядька подвигается... Сюда. Угу. Я походил. Окей. У меня 7 кубов саги. Ну, один все еще лежит в доске. Я грустно кидаю сегодня кубы саги. И не кидаю слонов. Слоны активируют обычно очень хорошие билки. Я выиграл рукопашный бой, поэтому я получил еще одну очко. Да, у тебя 4, у меня сейчас 0. Будем по 10 читать. Я заложил 2 активации на крестьян, одну активацию на контингент, обилку, которая позволяет мне спасать граждан Карфагена за счет наемников, скидывая в них потери. У меня все еще есть отмена активации, про которую я забыл на прошлый ход. У меня есть перебросы неудачных способов от стрельбы. У меня есть масс активации. И у меня есть снова обилка на стрельбу. Я мог бы начать с хюргардов, но они в L, их бесплатная лишняя активация уже не работает. Мы начнем с инсоркумента. Это активация двух юнитов, или трех, если это только слоны и кавалерия. В данном случае это будет вот этот слон и эти два отряда кавалерий. Начнем мы с нумидийского отряда кавалерия, который будет как-то тут ходить. Так, если ты хочешь ходить, то я сыграю на это активацию реакции. Да, сыграю. Ты можешь походить и получить фатигу, либо отменить активацию. Я хожу и получу фатигу. После чего я брошу тратчики в пятерых. Нас осталось всего восемь. Это всего четыре атаки. И это за игл ай еще два кубика туда же. Фатигу используешь? Нет. Четыре раза попал. Кидаю четыре куба. У меня есть шесть реролов. Использую два из них. Умер один. У меня осталось четыре рероли. После чего такая конница нападает на таких ребят с трубчиками. Смыхайщики ты не можешь. У меня мои шесть кубов. У меня пять. У тебя пять. Использовать какие-то способности. Нет, я не хочу использовать никакие способности. Я просто кидаю свою часть на шесть кубов. Мит попадает на тройки. Я попадаю на четвертый. Да, все так. Я попал четыре раза. Я попал тоже четыре раза. Я отбил одну. У меня вошло пять. Я отбил три. И потерял одного псоидника. Я выиграл бой. Мне победа на очко. Троих, да, я потерял? Да. Так, ребят, должны отступать. Усталость. Отступают они сюда. И получают вторую усталость. Потому что... А, нет, это отступление не считается движением, поэтому здесь его непривычно. Просто усталость заболевания. Медленно, но неотвратимо, слон движется вперед. Навстречу своим братьям. Или с ним. Ну, тогда, как пойдет. Далее. Активируются крестьяне. Для мува. Поскольку у меня есть рядом три афора, то они тоже активируются для мува и активируются первыми. Они хотят подойти чуть-чуть и бросить свои оставшиеся два кубика дротиками в слона. Четвертый же, да? Да. Два там. Два бил. И брать сейчас, соответственно, свои четыре дратчика в кавалерию. Вот такой. Три там. Один реролл. Осталось три. Хорошо. Замечательная билка для немедельцев. Я продолжу двигаться крестьянами. Три афора за это тоже походят чуть-чуть. Чуть-чуть. Совсем чипачку. И получат за это фатибу. И потом бросат. Ты же помнишь, что дротики бросают один из двух? А, один раз. Ну, бесплатно. Ты можешь... А, ну, начавших активировать. Смыслов нет. Это же на самом деле никакого. Тогда я их оставлю тут. Пусть стоит. Как стоит. Тогда я этих просто активирую на стрельбах. Получу за это фатибу. Какие у нас у тебя четыре кодека? Два раза. Два раза. Это два раза. Ну, сошли. Так работает. Защищает себя хорошо. Ну, впрочем, как обычно. Варвард за Determination подходит куда-то сюда? Говорит, что вот эти ребята с дротиками должны поотковать комбинцу. У меня восемь кубиков. У меня четыре. И я попадаю на двойки. Потому что ты не можешь сам кончить. А я с дротиком. Используешь MyFity? Я думаю. Нет, не использую. Ну, все там. Так, мои атаки. Три там. Так, у тебя там сколько было? Восемь, да? Да. Покажем. Чудеса пятерок. Ну, покажете. Не показали. Вот. Прошло ровно столько, сколько. Даже больше. Норму больше. Слон расстроился. И вот эти ребята тоже расстроились. И MyFity. И MyFity. Стос броска. Я тоже ни одного не откидал. И потерял трех несчастных всадников из Африки. Но они все еще дают кубсадник, потому что их там... Да. И накрути меня, пожалуйста, воплощил. Еще бы на... За победку. Да. И я очень устал. Дальше слон марширует. Теперь ему марш блокирует сильно меньше. Куда-то вот сюда. После чего я разыгрываю карточку, которая позволяет мне еще раз походить, не получить втягу и закончить на этом. Ну, больше не активироваться. Куда-то сюда пришел слон. И давай рисковать. Я говорю, еще одна активация контингента. Вот эта кавалерия использует карточку, которая говорит, что ты не можешь мне порядоваться в тягунов. И ну, использовать там не в тягунов. И она чаржит тебя. А сейчас погоди. Да, дайдем. Я думаю. Думай. Начнем с того, что я дальше шестеть тебя. А, там тумал. И это мой второй ход. Да, ты можешь вот этих почаржить. Да, у меня эти абсолютно устроят. Да, я использую вилку, свою мультуру. Я за три брал отступление, чтобы подвигаться. Подвигаюсь я вот так вот. Типа дальше она. Да, чуть дальше стал. А я считаю, что активировано? Нет. Ну, как бы ты тут куб потратил, но активации не было. Соответственно, усталость это не получала. Да, все отлично. Меня устраивает. Я выбил устроен наконец-то эту карточку. На этом мой ход все. Так, начинается мой ход. Я все еще генирую 8 кубов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, победа на мировую коммунизму близка. Отлично. Чтоб я так кидал. А теперь вопрос. Накидаю я лошадок с двух шестерок? Не накидаю. У меня выпало две лошади. И две лошади это активация на всех лошадей подвигать. Они мне жизненно необходимы сейчас. С другой стороны, я могу этих лошадей потратить на ордер обилки и дважды размножить куб. И если вот на четырех кубах выпадет две лошади, то это хорошо, а если мне лошадь очень плохо. Лошадь одна шестая? Лошадь это одна третья, да, это два значения из шести. Но я буду играть надежно. Тем более пришло время. Так, а это обилка, где ее харизматичный генерал, она разыгрывается в ордер фазе, правильно? Да. Я беру на себя обилку, фатигу, и его приказываю отдохнуть, так как это не activation, ты не можешь на это ответить. Так, destamped. Как я писал в недавней статье, каждый ход надо использовать destamped. Если ты ее не используешь, значит, ты плохо играешь за на милю. Значит, тебе не хватает мощности, и каждый ход генерировать кучу фатигу противника, чтобы атаковать и использовать ее для своих атак. Ну, в смысле, рукопашных. Это мы сюда заложили, двигаться мы двигаемся, но нам массу активации мы не можем чарджить, поэтому нам нужны активации воинов на чардж. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь кубов. Нам надо убить двух здесь, чтобы там было шесть кубов. Надо сделать еще что-то. Троих всадников там перебить. Тогда у Вити останется пять кубов. А у меня, скорее всего, семь. Так, я одну шестерку заложу на саппорт. Это обилка, которая дает мне два дыхкуба, и четыре на шестерке как раз. И я получаю еще рероллы единичек, если нахожусь в шесть от пехоты своей. Слоны считаются пехотой. Одну шестерку я положу сюда. А у тебя заложено что-то? Переброс ивов, отмена активации, спасение граждан за счет людей, которые прыгают навстречу меча. А это ты перекидываешь? Вот это. Я перекидываю четыре кубика в защиту. А когда ты потери перекидываешь соседей, это что? Это вот оно, вот оно, блок прайс. Но это только с граждан. А граждане у тебя... Два граждане на слона, варвард и фенгардель. Давай я шестерку на воин положу на активацию, а это заложим на трап. И еще одну шестерку я заложу, а это заложим на экзайстен батл. Это реакция, которую я тебе в прошлый раз играл. В общем, это все. Так, а чем мы с Determination хочу активироваться на отдых? Ну, надо пробовать. Скирмишь? Активация всех конных юнитов активируется на движение. Да. Я должен, по идее, заявить последовательность, потому что в прошлый раз я отыграл неправильно, ну, как бы это некритично было. Активировать мы будем следующие последовательности. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, то есть, как они находятся, то или нет. Если вы в порядке, так и вы находите. Так, погнили. Первые вот эти ребята. Еще одно. Так, эти приехали сюда. И раз, два, три выстрела в офсальник. Все три там. Двух потеряли. Вот эти ребята сюда прилетели. Двух, шестерки нету. Есть. И три выстрела от них. Это конные воины? Да. На конях тогда три. Почему три? Потому что третий армор у воинов на конях состреблят. А, два попадания. В рукопашке у них четвертый. Потому что на два подъезда уже подали бы. Еще одного не спасли. Так, отлично. Они не генерируют куб. Так, вот эти ребятки. Лазят из леса. Лягаться они могут только на четыре. В тему за это получают? Они получат, если заканчивают в лесу. У них есть фатига, поэтому ты в теории можешь что-то сказать. Нет, я ничего не скажу. Тогда я вынес сюда. И хочу пострелять сюда. Хорошо. Это один из стрель. Хорошо. Да. Нет. Взбил. Вот эти ребятки. Хотят, даются. Ты с фатигами взаимодействуешь или реакцию? Пока нет. Я скажу. Так, сейчас я. Так, вывезди. Ну, ты вынесся тогда совсем. А? Тогда совсем вынесу. Один выстрел. Нет. Отлично. Так, вот эти ребята должны двигаться. Дальнего шестерка есть. Встреляю в пеших комедийцев. У них четвёртый армор. Соответственно, четвёртый ещё. Раз, два, три. Две есть. Я нашёл. Мы потеряли одного шестного крестяна. Вот эти ребята. Они вылезают, первая эмка, вот так вот. Угу. Ну, типа остальные просто вот так вот как-то поднимаются. Вторая эмка тут с последним самое сложное. Он вылез сюда, а остальные как-то вот так вот. Хорошо. Ну, постреляйте, слона. Хорошо. Блод прайс. Угу. Вот и выстрел. Филикима. Видите, сыграл надёжно. Ну, тут да. Слона не хочется пропускать, лишний хит. Садник. Вот этот. Важно выпустить. Важно мне надо разместить так, чтобы он дотягивал с ним до соседей. Потому что я не по колене думать, кому он хочет приказ отдать. Ну, до всех, мне кажется, он не дотянется. Поэтому здесь они не нужны, мне здесь важнее. Вот сюда выпускакал. Чтобы дотягиваться до слона и до лошадок. Хорошо. И последний отряд у меня остался. Который двигается. Не двигается. Просто сюда поскочим. Масс-активацию я отыграл. Теперь у меня остались какие-то другие активации. У тебя больше активаций на доске нету. Кроме двух активаций воинов. Да. Хорошо. Слон стреляет бесплатно. Значит, он может. Два выстрела. Один. Отбил. Слон стреляет. А он через лес видит? Нет. А, это же лес не видит. Давай активация воинов. Вот эти ребята хотят подчаржить сюда. Пусть. Что я могу сказать? У меня, ну, типа, сейчас уже не работает туман. Он развеялся. Ничего не могу сказать. Я прилетел с Фатибей. Да. У меня второй раз забыла. У меня пять голов. Твои заявки. Я первый заявляю. Кольфогенские иномедийцы измотаны. Поэтому они попадают во мне по штрафу. На четверки. А ты попадаешь у меня на двойки. Да. Мне надо сделать, чтобы ты попадал на пятерки. На шестерки. Не попадал. Не попадал. Так, ну, вопрос с обязательствами или нет? Вопрос. Наверное, нет. Короче, я делаю себе четвертую броню. Я делаю себе пятую броню. Я делаю себе шестую броню. Я делаю переброс четырех сайвов. А с моей Фатибей ты взаимодействуешь? Нет. Так. Я кидаю пять кубов. У Вити третий армор. Я кидаю на двойки, потому что у меня дротики. А я не могу сам сайвов. Да. Четыре там. Три там. Три там. Спасаюсь на пять плюс с перебросами. Тебе брошить не спасло нас. Так. Так я отступлю к тебе. Ну, вот этих ты убирать не можешь, потому что они в базе. Да, тогда я выбираю выбор тех двух. Вот вопрос в том, куда я отступаю. Погуляйся, видимо. Ну, ты за эту Фатибу все равно не получаешь. Ну, да. Ну, вот отступаю. Вот теперь слон тебя видит. Да. Так, я получил вторую Фатибу. Забыл. Я получаю Фатибу за бой. Ну, как бы слон может, поэтому выстрелит. Это уже как бы бесполезно. Ну, то есть малоэффективно, но на шару ничего нет. Два там. Два их убил. Вот вам и балэффективно. Так. Теперь надо делать... И тебе их три поинт за победу в Клоус-компатте. Угу. Хочу вот этими ребятами подчарджить этих ребят. Хорошо. Пойти взаимодействие. Я это просто отменю. Угу. У них где хотите, если что? Просто я это отменю за доску. Угу. И у тебя больше не останется активация на доску. Снимание, да. Ну, я же не просто так сюда их приводил. Для боевых чардж. Для боевых чардж. Оооо. Ну, кому по чарджи? По чарджи варнув, да. Отлично. Ну, ну, давай сейчас посчитаю. У меня пять. Пять. Пять атак. У него пятый армор. Подай мне четверки. Две. Одну. Еще вторая. Не. Вот этих ребят. Понадеемся на удачу. Куклы, конечно, не снимем. Не, вот этих ребят были. Угу. Требусти. Что? Главный стиль. Главный стиль. Один. Броневой. Угу. Хват. Мой, получается, третий ход. Я потерял почти весь свой наемный контингент. Но жители города Карфагена все еще даже без фатик. И кубов мы генерируем. Раз, два, три, четыре, пять штук. Осталось их хорошо. Да, три, четырех. Или четыре. Двух. Я думаю, что впоследствии хватит. Я сходу размножаю слона за обилку. Универсальную, с любой доски. Ну, и еще одного слона размножаю. Нет причин этого не делать. И живу вот без слонов и с кучей пальм и двумя кораблями. В целом, с этим жить можно. Получается как-то так. Начнем с простого. Первый слон пытается повторить подвиг слона соперника. И на шару стреляет, я около два раза попал. Убрал одного. А не жал. Осталось два. Нет. Убрал одного. Второй слон говорит, что необходимо повторить немедленно. В них жал. Два тар. Еще одного. Начальник говорит, что крестьяне должны немедленно надвигаться. Крестьяне двигаются. За то, что они были в М от Ториофоров, Ториофоры тоже будут что-то делать. Четыре выстрела в коней. Все там. Рерал последний. Да. Смиры всего одного. Хорошо. В таком случае Ториофоры подходят куда-то из-за отсюда и дотянутся. Перестают перекрывать подходы слона. И приходят кидать дратчики в этих ребят. Хорошо. Один раз. Это очень хорошо. Минус куб. Нумидия играет на семи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Момент немножко сложный. Потому что надо как-то максимально эффективно сократить сейчас кубы Нумидии. Иначе все будет очень плохо. Мы будем использовать энциркулмент. Это будет масс-активация. Это будет слон. Это будет варлорд. И это будет трое героических наемников, которые должны умереть, но сделать что-нибудь полезное. Начнем с самого простого и прозаичного. Слон идет топтать конницу, которая посмела к нему подойти. Получай, типа, за это не в М от слона. За твою... Угу. Ну, если хочешь топтать. Хочу ли я? Конечно, хочу. У меня пять кубиков. Одна фатига. У тебя три кубика, попадаешь на шестерки. Потому что ты на конях, а в коне очень боятся слонов. Угу. Кидаем. Я попал всего два раза, но там еще есть четыре автоматические. Попадание. Потому что... Кони. Кони. Кони топтать очень комфортно. И кони были растоптаны. Посмотри, пожалуйста, С до слона. Есть. Отлично. Это очень хорошо. Далее. Наша героическая кавалерия в формате варлорда нападает на отряд. У меня восемь кубиков. Жду твои какие-то заявки. А, ну я в любом случае первый что-то говорю, потому что ты не можешь не сомкнуть честы, ничего не можешь сделать. Я хочу сказать, что ты попадаешь... Я попадаю к тебе на двойке. Ты что говоришь? Я скажу... Стампель. У тебя же фатиг нет. Но надо же использовать. Иначе ты играешь плохо на меня. Да, я должен... Чарджет надо было под ней. Я забыл, что у меня трап заложен был. Как бы... Весь план был на трап. Типа, что эти должны были подойти сюда. И... Ну, как бы их надо было вставать так, чтобы ты в болото наступил. И две фатиги я уже использую на сомпете. Я скажу, что получу 4 деф-куба. Хорошо. Я скажу, что ты попадаешь по минул шестёрки. И у тебя свой 8 кубок на 2 плюс. Ни одной шестёрки. Ни одной единички. 8 спасов на 5 плюс. Теряк. И ещё 4 деф-куба. Так. Пока у меня 6 приходит. Да. Ещё 4 ты кидаешь. Ты отбил 3 из 8. Это 5 ровно. Сюда будет фатига. И... Здесь кому нет четвёрки. Кому взяты из четвёрка. Я за то, что участвовал в комбате. Получаю фатигу. И наш героический жерственный отряд отправляется дружить с этими ребятами. Слушайте. Я... Ничего не делаю. Ты ничего не делал. Кидаю в свой честник 4 кубика. Ты мне попал 2 раза. Ой, 3 кубика. Я попал в тебя 2 раза. Снёс всего 1. А ты мне... Ты мне тоже снёс 1. Откатываюсь. Получаю фатигу. В принципе, результативный заход был. Я считаю, что его надо повторить. Что скажешь? От меня. Ты скажешь мне, что я отдохнул за так. Это очень хорошо. 1, 2, 3, 4, 5, 6 кубиков садим. Рано я потратил карточку, но с другой стороны выманил карточку подороже. Это тоже был по-своему успех. Активация карфагенского гражданина, гражданин слон, подходит в С к негражданину слона. Говорит, что надо пострелять на шару 2 куба и за игл А и кинуть ещё 2 куба. Всего 1. Не помогло. Гражданин слон идёт воевать с негражданином слоном. Да. И получает фатигу, когда приходит. Мясище. Моя заявка первая. Я говорю, что в этой комбайне тактикс я гражданин, я снял с себя фатигу. Где нас вы? Кидаемся в пятёрку. И один попал. И я один попал. И два автохита сверху. Мне очень любят слоны друг друга пить видео. Три, да? Да. И мне тоже. Это раз. Это два. Но я тебя экзаснул. Да. А мне, соответственно, тоже два автохита сверху. И это тоже не одного, но это мне... Ну, меня тоже экзаснул. Вот и как бы... Это не настолько тотальный успех, какого я хотел. Я скажу, что закончил ход и скажу в начале хода, что приношу в жертву трёх туриофоров, чтобы кинуть два кубика саги и разместить их на доске. Неплохо. Это дилей и это редеплоймент. Могу кем-то походить два раза. Редеплоймент. Но я же могу посмотреть, как ты разложишь кубики, правильно? А там какой-то аниме? Ордер. Ордер сериал. Расскажи. Я, кстати, побеждал сколько раз в комбате. Раз, тут ты побеждал, получается, и там ты побеждал, правильно? Здесь ничья. А, ну ничья и здесь ничья. Здесь ничья, она никому. Иначе мне один ВП ещё точно пришёл. А два ВП я ещё тут у тебя кунницу расставтал. Слава. Угу. Чё? Надо подумать. Ну, две на одну скидк мяч закладывать. Одну надо в любом случае чинах варить, закладывать. И стрелу нужно очень. Так. Эти там чё-то делают, пофиг. Эээ, ты чё-то отменишь. Я попробую. Здесь отменишь, наверное, на отдых. Значит, твоя слона в жопу. Можно посчитаться, чёрт, быстренько? Конечно. Потому что я могу поставить свой варлорд, но это не закончить его, если я выиграю почву. Так, раз, два, три, четыре. Эээ, четыре. Раз, два, шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять, одиннадцать, двенадцать. Эээ, это пять очков. Пять очков. Пять очков. Двенадцать плюс пятнадцать, двадцать семь. Варлорд считается три плюс один, да? Или два плюс один? М-м-м, два плюс один. Ну, мы его ещё не считаем. У тебя десять. Они как мерцессориют? А, то есть это два за одного, то есть это пять очков. Ну, ладно, мне лень считать, но мне кажется, я выиграю, если я сейчас закончу выиграю. Ты, скорее всего, выиграешь, да. Ну, окей. И тогда... Это древняя анометийская тактика, подставлять своих варлордов и одерживать победу. Да, Млашар, пожалуйста. Король умер, да здравствует король. Он был послан на смерть. Активация варлорда. Две активации. Атак я получил. Атак я получил. Атак я получил. Два отряда. Угу. У меня... Моя... Гвардия выходит. Угу. Из руинки. Пора... Что-то делать с этим всем... Безобразием. А слон отступает от греха подальше. А то там всякое бывает. Тут М нету. Чучечку. Можно встать чуть-чуть поближе. Вот так. Отлично отступил слон с двумя активами. Слон активируется за вябой. Угу. За какой? Получил файти. Получил файти был. А что активируется на бесплатной стрелке? Дома. Нет, и больше не активируешься. Это глупо не делать. Ну что ж, поехали. Масс активация. Первым будут вот эти ребята. Потом будут... Ну давай в той же очередности без варлорда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Варлорд последний будет. Ага. Только ты моим не активируешь, всё ладно. А, блин, это ж твой. Я не думаю, как с твоего читать. Ладно. Так, раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Два. Этот самый дальний. Ну, то есть этот, когда идёт, вот этот вот, померите. Видишь, шесть дюймов есть. Угу. Куда-то сюда. Нет, куда-то. Ага. Прискакаем. Раз, два, три, четыре выстрела. Ну, слушай. Ну, слушай. Монет. С этим сложно что-то поспорить. Дааа. Ты убил слоника. Давайте кидать кубики. Ну, вот сюда фатига. Не факт. Кубики надо кидать. У тебя погиб отряд. Нет. А что раньше происходит? Я кубики кидаю или... Ну, давай ты решаешь. Ты типа, давай потом. Давай потом, тогда посмотрим. Сюда. Нет. Нет. Сюда. Очень надо. Нет. Сюда. Да. И сюда. Да. Фатига. Ну, и там. Фатига. Ну, а взрыв ему вест, конечно, подошёл, потому что я, конечно же, мог туда не заходить, но затупил. Вот эти пришли сюда. Угу. А, у них две фатиги. Ты можешь отменить. Ну, не стану. Пришёл сюда. Хочу стрелять. Будешь отменить? Нет. 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 Не буду. Это два выстрела. Хорошо. Идем. Отбили. Тоже самое вот эти ребята хотят. Ты что делаешь? С него же? Угу. Ну, чётко им пристал. Ну, потому что мы играем на сурвайвл, за каждый уничтоженный отряд я получаю ещё одну очко. Я пиня? А, два куба. Где шестёрки? Ну, обвели. Сейчас обвел. Вот эти ребята. Туда же. Так, раз, два, три выстрела. Это бил. Почему ты один кидаешь? А потому что это сколько? У них же третий арман. А сколько ты попал? Все три? Все три попал. Ну, на счёт бил. Блин, какой он живучий. Я у тебя кидать кубики научился. Псину с отылой, сейчас мы тебя выстрелим. Три выстрела. Два. Все ещё. Ну, Варлорд. Выходит на свою линию. Да. Так, вот до суда он дошёл. Ага. Окей. Типа куда-то он придёт и где-то он идёт. Это ты отыграл с кирпича, правильно? Угу. У меня осталась активация, трап у меня осталось ещё. Угу. Ну, давай попробуем трап сыграть на вот этого парня. Хорошо. И он что, идёт к тебе? К этим ребятам. К этим ребятам? Ну, пришёл, пришёл. Угу. Сейчас ещё фатику получил. Из леса там торчит. Так, я сюда за две активации, да, дохожу? Угу. Угу. Две активации у меня есть. Ну, и поехали. Первый активация. Слон пришёл сюда? Угу. С фатигой. Ну, он не конь, поэтому как бы… Халявные три выстрела. А, он фатику получил после движения, потому что это вторая его активация. Первый его было бесплатно. Стрельба? Нет, стрельба не влияет. А, ну… Она считается. Да, да. Три выстрела. Да, давай. Давай. Вот две люди. Один такой. Ну, и убил. И даже фатику принёс вот этим ребятам. Активация за куб на стрельбу вот этими ребятами. В слона. В слона. Дотягивается только трое. Окей. Это раз, два… Три куба. Раз, два, три. Три куба. Кидай. Один. Фатику возьми. А я посыплюсь. Угу. Ну, и варлордом прилетаю в слона. Не можешь. Почему? Потому что у тебя есть честь. А в кого я должен? А-а-а. Вот я вышел. Хе-хе-хе. Да, я забыл проигрывать. Он прилетел туда. Развернусь и покажу тебе другую часть. Так. Восемь. Восемь кубиков. Мои восемь кубиков. С шансами меня убьёшь в роворок, кстати. Восемь кубиков. Я говорю здесь темп, это получай две этажные осе за каждую твою фатику. То бишь двум. И кидаёмся. В пятый. Ага. Я кинул хорошо. Три вниз. Я кинул нормально. Тоже три вниз. 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 И я умер. Я тоже умер. Почему? А, потому что ты не заказывал. Я сама зачем? Чтобы... А, типа твоя... Конечно. Тот уже меня отлично. Ты... Бррр. На этом три очка выигрываешь. Ещё комбат выиграл. Бррр. Всё. Вот это финал очка. Игра закончилась. Комбат выиграл. Шестое очко. Большой вроде комбатов не было. Да, там ты меня везде стрельбов убил. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Считаемся. Эм... Вот это... Это пять очков. Вот это десять очков. Вот это... Эм... Пятнадцать очков. Вот это ещё очко. То бишь шестнадцать. Плюс четыре за всякие взаимодействия с твоими отрядами. Это двадцать. Плюс... Кстати, к твоему краю я так не пришёл. Эм... Да. Это двадцать. И минус количество убитых отрядов. Это раз, два, три. Семнадцать. Варвар считается уже количество убитых отрядов, да? Ну, значит, шестнадцать очков обратно получил. Десять. Пятнадцать. Это ещё пять. Двадцать. Ага. Это ещё пять. Двадцать пять. Так, Варлорд это три, да? Угу. Двадцать восемь. Ещё шесть. Тридцать четыре. И минус количество отрядов. Можно посчитать... У меня их было восемь. Раз, два, три, четыре, пять. Минус три отряда. Да. Тридцать один. В шестнадцать. Очень классично за игру, да. Ну, в общем-то, это дебильные условия сценария по смерти Варлорда. Я его никогда не любил. Была даже игра, когда я выиграл её после того, как оппонент походил первый свой ход и убил моего Варлорда. А я выиграл игру. Ну, как бы, выпало такое, сыграли. То есть ты поставил слово Варлорда и поэтому выпал? Ну, я поставил его, да, как вкусная цель. Оппонент на первый ход пришёл и убил. Но у меня все остальные отряды были разбиты так, чтобы давать максимальное количество очков. Я сделал очень-очень-очень-очень-очень много каких-то маленьких ошибок, которые везде где-то чего-то по мелочи стоили. Потому что там я в первый ход не отменил стрельбу, которая забрала у меня лишние модельки. И я здесь подставил слона, и его бы у меня сейчас забрали. Ну, если бы не убивали Варлорда. Очень много мелких ошибок. Не надо брать карточку на Хёрд Гордов, которая даёт ему Determination, если они далеко от боя. Она очень плохо работает. Ну и, наверное, я их поздно ввёл в игру. Потому что тут я это всё вроде бы грамотно размягчил, а добивать уже почти нечем осталось. Вот. Спасибо Мамеду за ценный опыт. До новых встреч. Всем спасибо и пока. Из-за леса, из-за гор, Карфагена вышел строй. Но медийцы не смущались. Всё разврату предавались. Карфаген летит в атаку, в намедийскую Клааку. Граждане так рвались в бой. Поле боя под губой. Маслом воины блестят. Тротики в тела летят. В лес попрятались слоны. Жмутся к ёлкам пацаны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok